добрый день дорогие друзья в эфире а авторская программа анастасии хрущинской путь йоги и сегодня у меня в гостях замечательный инструктор и учитель и преподаватель йоги елена смирнова елена добрый день здравствуйте спасибо что вы с нами в этот вечер в московский уже достаточно поздний мы специально дорогие друзья перенесли эфир нашей программы немного на попозже те кто у нас постоянно слушает наверное заметили что мы сегодня выходим в эфир не так обычно в 19.00 по московскому времени а в 11.00 это потому что елена ведет классы и мы специально договорились чтобы она была у нас в гостях поэтому у нас эфир немножко позже лена занимается йогой энгара и преподает уже почти 10 лет обладает сертификатом интродакторе 2 и 5 лет назад наша героиня создала небольшую студию на территории конно-спортивного клуба в подмосковье в люберцах долин по-моему вы мне говорили да но сейчас мы как раз об этом обо всем подробно поговорим а до этого лена она профессиональная спортсменка и работала фитнес индустрии инструктором и замдиректора спортивного клуба по спорту а также она на мастер спорта по художественной гимнастике были была членом сборной украины и солисткой балета фаворит а и мы с лены познакомились через моих больших друзей тоже героев наших прошлых программ рустам и наталью хамитовую потому что лена сейчас является слушателем курса практик центра руны школы консультирования и для меня это уже показатель того что человек занимается очень серьезным духовным ростом поэтому я сразу пригласил елену к нам в программу чтобы сделать с ней интересный очень эфир и я надеюсь пожелать нам успеха и сегодня у нас эфир очень получится интересно будем говорить мы про йогу айенгара и про ленину ли личную историю или еще раз привет спасибо еще раз вот и и в первую очередь я конечно хотела бы у вас узнать как вот профессиональный спортсмен пришел в йогу да потому что конечно же профессиональный спорт он дает прекрасную совершенно удивительную работу с телом и многие асаны которые многие людей привлекают именно красотой выполнения такие сложные до для человека который был мастером спорта по художественной гимнастике наверно вообще не представляет труда делать там во что-нибудь свернуться загнуться да и силы тела но йога это совершенно другому почему же все-таки йогой как вот ваш путь в йоге начался наверное спорт это обратная сторона сначала идут достижения какие-то высокие да потом мы задумываемся о том как мы себя чувствуем потому что помимо славы какой-то мы получаем огромное количество травм и с этими травмами с боями со здоровьем дальше двигаемся по жизни и вот наверное придя в йогу я начинаю понимала что эти все проблемы со здоровьем могут решиться и как раз начав заниматься было очень сложно потому что если человек приходит с нуля заниматься ему все понятно вот надо делать так так и тогда человеку спорта который обладает достаточно хорошей физической подготовкой как вы говорите не не сложно свернуться как это надо но вдруг не получалось ничего и приходилось выстраивать тело заново и вот через какое-то время поняла то что эта система как асан которая работает и может помочь вот я начала заниматься начала сначала как все мы как любители для себя по нему понемногу и потом уже это все перешло более глубокое изучение более глубокую работу и появилась потребность уже самой начать преподавать йогу да и делиться этим знанием ну поскольку поскольку я инструктор и привела все виды направлений фитнесе большим широким спектром знаний умений вот конечно же рассматривалась как преподавание но в тот момент в общем то произошла со мной такая не очень приятная история поскольку большие нагрузки в спорте и фитнесе нанесен определенный сбой организму и у меня отказала полностью рука то есть был поставлен такой диагноз плечо-лопачный периартрит и было полное обезвижение то есть полтора месяца в общем то не работала рукой вообще и вот тогда конечно же приходилось всего самого начала ставить и восстанавливать полностью подвижность и здесь конечно же помогла йога ингара поскольку она обладает вот тем самым терапевтическим эффектом конечно же какие-то простые вещи типа лфк ну уже вот йога терапия пошла в ход скажем так серьезно и я поняла что если я могу себя остановить значит это работает и на тот момент жить дальше потому что соответственно без движения без рук это очень сложно вот и потом восстановив свою подвижность восстановить свое здоровье я потихонечку начала задумываться о преподавании именно уже более глубоко и мне кажется вообще для человека который в спорте серьезно да вообще вот такие травмы когда ты двигаться не можешь у тебя часть тела обездвижена мне кажется вообще такая трагедия и психологическая и физическом уровне очень многие люди впадают в депрессию и вообще с этим очень сложно справиться наши руки опускаются ты вот человек спорта ты можешь все ты можешь двигаться и тут раз и все и ты практически ну не понимаешь что с тобой происходит и йога наверное еще именно как философия здесь очень полезно потому что она как раз дает внимание что не все есть тело да и что сознание очень прежде всего это очень важно и важно с сознанием работать вы делаете это очень сложный период как раз сложно было принять что ты не может двигаться с этим нужно делать и конечно же наше самолюбие да наше эго задета очень сильно в этот момент и вот как раз тогда возникает вопрос как дальше какие вопросы можно еще решить с помощью йоги вот эта философия она приходит на помощь то есть возникают вопросы и приходят ответы поскольку йога это не только физическая нагрузка это еще и философия это еще какие-то более глубинные знания вот в этот момент конечно же и началось начался это скажем так но более серьезный путь и именно вы выбрали именно йогу айнгара потому что это йога обладает вот этот вот вот эта практика она обладает терапевтическим эффектом вообще как я знаю айнгар говорил о том что его вот эти практики они подходят абсолютно всем независимо от пола возраста и состояния здоровья и а именно по этой причине йога айнгар рекомендуется заниматься всем тем кто имеет какие-то проблемы со здоровьем и даже слабую спортивную физическую подготовку хотя это не про вас конечно дорогие друзья если вы видели наш анонс то я сделала фотографии такой калаш лениных фотографий видно в каких потрясающие вещи она может выполнять вот именно красоту как физического тела демонстрируя но это лишь благодаря долгой долгой практике и серьезным занятием спорта вот но вообще вот вы вы пробовали другие виды йоги и все таки я так понимаю на ингаре все таки остановились да знаете я считаю что мне просто повезло потому что я сразу пришла в школу ингара и совершенно четко увидела этот метод эту последовательность четко выстроена и она на самом деле работ до йога ингара могут начать заниматься абсолютно любом возрасте с любыми отклонениями по здоровью она решает проблемы очень большого спектра вот поэтому конечно же она так вот и ценно имеет вот этот физиологический подход такую составляющую вот плюс ко всему конечно элемент терапии присутствует потому что можно решить ноги я говорю не все но многие проблемы со здоровьем но йога ингара она я просто хочу немножко у нас не все слушатели владеют так сказать подробно всеми методиками да давайте мы все таки раскроем именно в чем в чем секрет почему такая вот простота метода и почему он подходит всем там используются какие-то вспомогательные снаряды да и что вообще там вот в самом методе какая вот его уникальность вы как инструктор опытный преподаватель поделитесь на на самом деле это классическая хатха йога по методу инга и метод этот от простого к сложному в методе используются определенные вспомогательные материалы пропсы которые позволяют и человеку с физической хорошей подготовкой и абсолютно неподготовленному человеку и мягком жесткому определить получить определенную нагрузку вот и поэтому это считается мягкий подход если допустим вы никогда не занимались ничем никаким видом спорта да и я пришла из спорта мы придем зал делать с одними материалами а вы будете делать те же основные с другими материалами или допустим я без материалов вы с материалами и мы будем получать определенно одинаковую нагрузку еще это конечно же менее травматично потому что метод который четко выстраивает тело который идет как я уже сказала простого к сложному с использованием этих материалов имеет хорошую такую безопасность а какие вспомогательные вот используются материалы да для прийоги а ингара чтобы и можно ли эту практику как бы дома культивировать как домашнюю практику и что для этого сделать конечно конечно но самое простое это кирпичи блоки ремешки или пледы валики и стул в общем то в общем то в любом доме можно найти все эти вспомогательные материалы то есть ремешки мне кажется везде найдутся какие-то пледы и одеяло тоже стулья подставки какие-то может быть это не знаю какие-то ну или кирпичи или даже те же книги да и на что это уже используются в общем то использовать в домашних условиях очень успешно то есть в этом нет ничего сложного то есть не обязательно идти до куда-то в какой-то специальный магазин да там покупать блоки ремешки все что было там фирменное специальное на то есть можно начать для этого совершенно нет никакой необходимости тратить деньги да чтобы начать домашнюю практику вообще самое главное расстелить коврик это точно да это всегда это вот я сейчас читаю замечательную книгу индра дэви которая тоже по я практиковала хатха йогу и вот и она тоже об этом говорит что значит надо начать с того что практиковать расстелить коврик и это в общем все все учителя йоги об этом говорят хотя не всегда так бывает однозначно на кому-то нужно расстелить коврик а кому-то сложнее продолжать вот вы как опытный тренер ведущие занятия каждый день с таким бэкграундом а как вы считаете с чего вот именно как начинающим надо приступить какие может быть асаны надо порекомендовать да как вообще выстроить свою домашнюю практику и надо ли нам и ходить в студию до обязательно нам ходить студию или можно все-таки дома заниматься потому что сейчас вот например тут вот мы в америке живем на здесь масса каких-то онлайн телевидение даже есть йога телевидение есть масса ресурсов есть приложение по йоге вот вот вы как опытный тренер как вы считаете нужны нужно ли ходить в класс и как выстроить домашнюю практику показывает что конечно же люди которые начинают заниматься дома по книгам или может быть по каким-то видеоматериалом они добиваются определенного результата но когда они приходят в класс конечно же под личным вниманием и руководством преподавателя это конечно же будет и с ученикам которые уже какое-то время естественно я рекомендую заниматься самостоятельно без этого не будет продвижения в практике но когда есть уже понимание когда уже есть какой-то опыт работы с преподавателем когда уже есть уверенность и понимание как выстраивается тело тогда уже смело можно начинать заниматься дома начинает заниматься и не только нужно смело заниматься это необходимо чтобы это было чтобы продвижение в практике было необходимо начинать заниматься самостоятельно потому что мне многие говорят что мы боимся если что-то там мы сделаем не так или будем ошибаться в любом случае лучше делать чем не делать вот и вообще по-хорошему вся практика она должна сводиться к самостоятельной работе время от времени приходя в зал преподавателю можно корректировать свою практику продвигаться дальше делать более какие-то сложные вещи под контролем преподавателя но конечно же заниматься самостоятельно ну да ну потому что каждый день в зал ты не походишь естественно поэтому и не всегда у тебя есть возможность физическое время да и все это технически особенно в условиях большого города я думаю что это вообще не всегда реально попасть в нужный класс но хотя бы как часто нужно ходить в студию для вот для корректировки там раз в неделю этого достаточно либо все-таки нужно чаще ходить если при условии что ты дома занимаешься каждый день но я думаю что нужно заниматься больше с преподавателем а когда уже ученик более продолжающий конечно появляется больше личной практики и меньше работы с преподавателем вот в любом случае вот в своей студии я так практикую достаточно такой индивидуальный подход даже в группах конечно же важно заниматься с преподавателем потому что ну преподаватель вдохновляет он не только видит какие-то ошибки указывает на то как выстраивать тело он еще своей энергетикой своим личным примером вдохновляет учеников потому что сложно себя заставить сложно конечно же делать что-то регулярно и хорошо и вот конечно это вдохновение может ученик брать в группе и у преподавателях которому он ходит я думаю что это большое значение имеет для практики мне вот как раз сегодня я подготовила такую цитату из хатха-йога про дипики это классический текст который нам рассказывает о йоге до древний текст и вот такая вот цитата успеха в йоге достигнет всякий кто сумеет одолеть свою лень и неважно молот он или постар болен слаб или даже дряхл лишь бы практика его была настойчивой мне кажется это как раз вот отражает суть того как нужно заниматься я хочу что лень мать всех пороков от нее все идет и заставить себя что-то делать очень сложно вот поэтому конечно же работа в группе работа с преподавателем вот это вдохновение это очень это очень важно а а у вас есть какие-то личные советы которыми вы могли поделиться для того чтобы вдохновлять людей вот как вы работаете как как вы людей вдохновляете на то чтобы они занимались каждый день каждый день расстилали коврик начнем с того что сама занимаюсь и самостоятельно и хожу по преподавателям более высокого уровня посещаю и мастер-классы и конвенции регулярно поэтому вот это вдохновение мы всегда черпаем того кто выше при метод преемственности же у нас присутствует и мы всегда тянемся к тем кто добился чего-то больше кто знает чего-то больше у кого практика больше и уровень практики выше и также я хожу и вдохновляюсь и потом передаю это вдохновение своим ученикам вообще конечно же стараюсь преподавать просто открыто и ну скорее всего вот моя какая-то может быть личная энергетика вот какой-то такой запал который присутствует внутри вот он сподвигает людей не знаю мне мы с вами вот предварительно раз к разговаривали вы мне рассказали вообще удивительную историю открытия своей студии именно вот в этом месте чудесном давно с таким с такой любовью о нем рассказывали мне бы очень хотел чтобы вы поделились с нашими слушателями на как вообще все это происходит произошло как как образовалась ваша собственная студия но появилась мечта появилась мечта и я начал об этом говорить вслух но чтобы привлечь внимание к этой своей мечте привлечь людей возможности я думал что подумал что вселенная таким образом будет помогать на самом деле так и получилось потому что когда я начал об этом говорить то нашлись люди которые предложили помещение как раз на территории вот этого коноспортивного клуба когда я приехала туда это такой небольшой оазис можно сказать в подмосковье очень красивое место красивая природа лошади они вообще потрясающие животные там настолько все вот прям в благости и вот этот маленький зал который мне предложили он вот когда я зашла туда оказался что это вот то что нужно и так потихонечку начала началось становление моей студии развития потом было построено новое помещение зал увеличился по 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 площади по размерам появилось два зала большой для индивидуальных занятий маленький вот и собственно говоря так мы продвигаемся здорово у вас есть еще преподаватели штаты да то есть вы не отдавали и мы занимаемся йога ингара детской вот организовываем детской йогой ой как интересно вот мне сейчас про детскую йогу тоже расскажете обязательно потому что это вообще вот для меня у меня трое детей но у меня правда взрослые уже дети не ну не все сын еще не очень взрослый и меня всегда вообще вот этот вопрос воли на волновало как с какого детства времени можно начать уже с ребенком заниматься йогой поэтому личным примером на сейчас вообще вот это очень популярная такая форма я вижу в западных блогах очень много baby-йога да там папа мама там поднимают малышей да вот садятся но тем не менее вот именно когда нужно одно дело личный пример да когда ты ребенка нужно привести в класс и и какие есть особенности на детской йоги детская йога она из трех лет группы набираются у нас функционирует группы более старшего возраста вот так сложилось детская йога в принципе она вся форме игры построена конечно же удержать внимание детей не так просто они занятия часовые даже могут меньше продолжаться и все на форме игры так что я думаю что парс если ваши дети выросли и нужно конечно уже понятно и не только же мои дети есть другие слушатели у которых дети маленькие да но вы может быть вы как-то поделитесь каким секретами на какая игра как начать заниматься именно йогой что чем увлечь как либо увлечь ребенка на самом деле преподаватели детской йоги они сертифицированные по детской йоги это не преподаватели общей не ведет иску йогу но я как тренер по художественной гимнастике могу сказать из своей практике своего опыта детьми просто нужно заниматься с ними нужно играть с ними нужно все делать они будут выполнять все когда ты с ними на на их волне и форме игры все выполняешь ну да ну вообще конечно действительно здесь очень легко найти какие-то игровые формы потому что если мы вернемся к названием некоторых асан да там в собака морды вниз да как мы там называем или там поза кобры или поза верблюда то здесь уже сразу само собой напрашивается что можно какую-то игровую форму это все обречь а вот кстати какие-то правила безопасности в детской йоге есть можно ли детям рассказывать ну как-то их погружать глубоко философии или вообще это не рекомендуется но на самом деле и поскольку и внимание удерживать сложно детей на протяжении занятия долго в форме игры все происходит и конечно же какие-то элементы философии они очень ненавязчиво если даются то очень-очень тонко и очень дозировано самое главное это вовлечь детей в процесс для того чтобы было интересно чтобы они смогли что-то сделать получить ту или иную нагрузку потому что например те же проблемы с позвоночником сколиозы можем решить при помощи детской йоги а взрослые вот вы работаете вообще поскольку я знаю что ваша тоже одна из специализаций это терапевтическая йога с какими проблемами именно по здоровью вот прямо нужно к вам идти ну проблемы по здоровью самые распространенные конечно это же это же сколиозы тема с позвоночником вообще вся йога крутится вокруг позвоночника вот и все что мы делаем это направлено на вытяжение позвоночника на улучшение осанки первую очередь поэтому это это самое распространенное дальше это уже артриты и артрозы и проблемы с коленями чами с другими суставами ну и в целом то что нам дает йога это успокоение я знаю что вы посещаете семинары степени квирк я щас расскажу пару слов кто такая степени квирк она же уже более 20 лет живет в пуне пуна это город где собственно работала ингар она была личным ассистентом самого ингара и долгое время я так понимаю работала с его дочерью гитой ингар и степани сама она была на костылях насколько я знаю да и пережила нас родом из новой зеландии и собственно занялась йогой именно как из из-за того что в общем от безысходности насколько мне понятно вот и мне хотелось бы конечно вы про нее рассказали так как вы человек который с ней встречается и ходит у нее занимается очень интересно конечно необычная такая женщина духовный путь выбрала и в общем поменять западную цивилизацию на индию меня очень многие спрашивают когда вот вот ты в индии была как вообще ты вообще как вот это вот пережила да и особенно ну я могу точно сказать америка новая зеландия чем-то ну как в общем условия жизни они чем-то похожи и действительно такой шокирующий до переехать из новой зеландии в пуну это должны быть очень серьезные причины ну естественно не в первую очередь они конечно базируются на духовном уровне на их являясь ученицей курса стефани терапевтического только начала учиться то есть еще только в начале пути очень интересная женщина очень интересный человек как вы уже сказали да у нее не простая судьба в йоге и не простая непростой путь она прошла но наверное тем и интереснее она преподает поскольку вот такие серьезные передряги со здоровьем с телом они наверное дают более глубокое понимание нежели как вот мы обычные люди до приходим и начинаем заниматься то есть это человек который прошел серьезные испытания переосмыслил осознал и конечно же пропустив через себя она дает очень глубокие знания и плюс конечно это очень близко и тесная работа семью ангар и самим ангаром поэтому да очень интересно учиться очень интересные вещи мы разбираем я так понимаю даже в возрасте до ежи лет много достаточно да но если посмотреть на ее практику и на ее вдохновение это потрясающе она конечно интересный человек она дает такие тонкие вещи вот как бы читаешь между строк помимо конечно же вот основной программы терапии но это именно терапевтическая йога да это именно терапевтические до классы потому что вот в йога практике где я училась и продолжаю учиться это самая большая сеть йоги ангара москве и в россии в этих классах конечно же в этих студиях присутствуют терапевтические классы вот и определенные сертифицированные преподаватели ведут эти классы вот как раз мне тоже еще одна цитата ангара я себе записала йога учит нас как исцелять то что невозможно терпеть и как терпеть то что нельзя исцелить это вот как раз наверно об этом именно о том что как это очень важно найти вот этот самый баланс потому что на самом деле когда ты начинаешь заниматься йогой а то очень часто ты понимаешь что у тебя испытывать большой дискомфорт потому что наше тело оно работает неравномерно и очень часто мы предпринимаем усилия в ту сторону где нам легче а не где нам сложнее даже если мы там попробуем какой-то замок да вот сделать руками нам собрать на спине да на позвоночнике и буквально вчера вот друзьями мы обсуждали этот момент и кому-то там правый замок легче кому-то левый замок легче но всегда это не не одинаковые наши у нас даже правая левая сторона нашего тела она совершенно по-разному работает и и насколько я знаю вот именно йога ингара она направлена на то чтобы гармонизировать наше наше пространство наше тело да вот то тот храм который мы уже имеем и первые занятия они могут сопровождаться достаточно серьезными усилиями и в общем очень огромным неудобством как с этим посправляться поскольку да мы все разные мы пришли из разных областей у нас разные изначальные данные разные потенциал то конечно же мы начинаем испытывать разные ощущения в начале занятия но однозначно что в начале пути все всем очень тяжело тяжело потому что тело так устроено что она будет делать то что она умеет делать это как раз задача в том чтобы пробудить и те места которые называются так сказать спящие не зоны при жесткие и так распределить нагрузку по телу чтобы энергия текла беспрепятственно чтобы тело двигалось гармонично слаженно чтобы это было легко потому что если опять таки же брать йога дипику то асана считается совершенной когда она выполняется без усилий усилия без усилий вот когда мы начинаем заниматься конечно до этого нам состояние еще далеко но пройдя определенный путь уже начинаешь понимать что появляется какая-то легкость появляется понимание как выстраивается тело как она работает как перераспределяется нагрузка как начинают размягчаться зоны которые были очень жесткими и начинаешь чувствовать как там течет энергия как вообще ощущение в целом меняется меняется настроение меняется мировосприятие ну начнем с того что меняется восприятие себя а потом уже и дальше но всем сложно вначале то есть это прежде всего все таки путь к себе да конечно конечно через тело конечно же через тело это путь к себе потому что когда тяжело вопросов не возникает каких-то тонких или глубоких но по мере продвижения практики уже появляются может быть у кого-то раньше у кого-то позже но так или иначе они возникают тогда уже еще больше мы направляемся внутрь себя в глубь себя ищем эти ответы я слышал такое мнение вот андрей верба достаточно известный российский йог сказал что мы нам очень повезло да что мы можем заниматься йогой потому что в индии например не каждый человек может заниматься йогой и это в некотором смысле даже для избранных и он и он говорил о том что практически то есть если мы двигаемся в йоге да то наша основная задача даже стать преподавателем стать инструктором потому что тем самым мы как как можно большее количество людей поставим на духовный путь и все ли могут вообще преподавать йогу ну вот опять таки практика моя показывает что люди из разных областей приходят на учительские курсы и добиваются успеха тоже люди разных областей не только люди спорта и связанные с движением например вот замечательный преподаватель Елена Матвеева это мой первый учитель это тоже очень известный преподаватель йоги ангара она вообще из другой области из математической но то каких высот от головы пришла можно сказать да то каких высот она добилась и в практике и в преподавании это это очень хороший пример я думаю что да каждый человек да вот я знаю что действительно люди из разных абсолютно областей есть такие примеры когда вообще через философию приходят в йогу да сначала они читают тексты а потом уже начинают только асаны насколько вообще асаны важны или не важны но хотя вот в военгаре йога я так понимаю что все таки путь через асаны идет хотя ну вот скажем то есть человек который уже в возрасте да он ему тяжело очень выполнять и это асаны с чего ему начать какие именно какую практику начать практиковать он может вообще боится да он нас сейчас послушает и поймет что ему можно дайте какие-нибудь советы нам асаны очень важны асаны это третья ступень йоги да первые две ступени это морально-этические нормы дисциплина и только потом идут асаны и почему они важны ну потому что тело это храм души его тоже нужно содержать в чистоте и в тонусе подвижности конечно же есть определенный простой набор асан которые могут выполнять люди любого возраста и с любым исходным да состоянием есть в йоге ингара масса вариаций они упрощены они просто подведены к тому чтобы человек даже самый-самый неподготовленный мог что-то сделать поэтому это важно понимаете когда человек начинает хоть что-то менять в своем теле в своих ощущениях вот и ему становится легче и жить и конечно же дальше развиваться да да я вот читала как раз пример по поводу того что что йога ингара она доступна любому возрасту да вот есть такой широко известный пример с бельгийской королевой ой ингара которая начала заниматься с ним когда я исполнилась 84 года и она смогла встать в стойку на голове то есть у нее такая была цель и вообще это конечно удивительно потому что я просто не могу себе представить даже что человек вот в таком уже возрасте вообще это реально или нереально я вам скажу так что у меня в группе есть женщины пенсионного возраста и даже такого хорошего пенсионного возраста и они тоже стоят на голове а через сколько это вообще может произойти сколько на это времени уходит ну я понимаю что у кого-то может это ну да ну вообще вот ну например я просто вот мне даже интересно человеку там скажем там 60 плюс ладно не будем уже критический там возраст брать бельгийской королевы 84 года тем более она сама наверное прям непосредственно с ингаром да там такая великая степень доверия ну допустим 60-летний человек вообще каких результатов он может достичь то есть просто ежедневной практикой да большой самый большой результат это начать в таком возрасте что-то делать мне кажется это уже просто достижение и победа а уже встанет он на голову или не встанет в этом возрасте но вопрос второй опять таки у нас есть определенные вариации стойки на голове потому что в этом возрасте уже могут быть проблемы и с давлением и грыжи протрузии позвоночника и в общем-то в прямом смысле стоять на голове не очень даже может быть и полезно поэтому мы предлагаем такие вариации как стойка на голове на стульях или на специальных веревках на качели в этом случае можно пожалуйста через какое-то время практики уже практиковать вот эти вариации все очень индивидуально и даже в группах подход индивидуальный потому что лично в нашей студии группы очень большие и мы стараемся уделить внимание каждому человеку потому что самое важное чтобы человек пришел он что-то получил чему-то научился и дальше ему будет уже легче самостоятельно практиковать и просто приходить в группу будет больше вдохновения когда же у человека получается ему все легче а есть какие-то уровни да подготовки военгара я вот просто не сталкивалась с этим вот мне интересно есть да то есть там начальный уровень там дальше как-то уже более продвинутый то есть идет так же как наверное как в любой науке да от простого к сложному конечно есть начальный уровень где осваиваются базовые позы варианты простейшие дальше идет следующий уровень и и продвинутые уровни и затем все идет по мере освоения асан и также преподавание а какие-то есть правила безопасности потому что конечно йога это всего лишь инструмент да и вообще йога это травматично или не травматично это травматично но на самом деле кто ничего не делает наверное тот ничего и травм не получает вот поскольку это метод очень четкий и разбирается тело детально то конечно же в нашем методе получить травму скажем так ну менее опасно да менее опасно но опять таки мы же иногда живем в таких энергиях как страсть в раджесе в этих состояниях нам хочется как говорится быстрее выше сильнее да вот и вот в этом состоянии можно получить травму естественно а скажите вот всех женщин вообще я знаю что йога ингара особенно гита ингар да она практиковала такую какую-то даже такое ответвление йоги именно для женщин вообще чем отличается именно женская практика то есть от мужской да или от всеобщей какие есть особенности например там во время женских критических дней да что нужно делать и какие вообще есть вот именно нюансы в женской йоге вообще есть ли такое понятие женская йога есть специальные женские классы где конечно же все подстроено под цикл и в зависимости от этого выстраивается практика также решаются проблемы по гинекологии то есть если есть проблемы какие-то определенные класс асан он не выполняется и наоборот даются какие-то вариации восстанавливающих пост вот поэтому женский класс конечно же отличается от мужского естественно а вот именно какие есть такие вот рекомендации для женщин например чтобы в критические дни что делать можно а что не делать ну естественно во время периода не нужно делать сильных поз не нужно того что закрепощает и закрывает абдоминальную зону то есть область живота естественно это более простые вариации тех же наклонов если это скручивание то это открытые скручивания если это прогибы то это пассивные вариации прогибов чтобы зона не за живота зона органов малого таза она была раскрыта она была раскрытой чтобы там не было напряжения то есть мы не допускаем перегревание этой области не допускаем глубоких наклонов прогибов и скручиваний и конечно же не допускаются перевернутые позы то есть все-таки нужно да нужно обязательно обращать внимание и предупреждать преподавателя да что если мы приходим в класс с классическими днями что преподаватель об этом знал и он должен обращать на это внимание то есть не надо этого стесняться и думать что мы как-то с нами что-то не так нет нет преподаватель сам ну вот мы сами спрашиваем ну понятно да конечно же как кто сегодня как чувствует себя или уже ученики которые ходят постоянно и регулярно они уже знают перед уроком если какие-то есть проблемы там голова немножко может болеть или там еще что-то вот они подходят и говорят об этом преподавателю потому что вот например в нашей студии царит такая очень домашняя обстановка то есть у нас очень дружеские отношения с нашими учениками у нас еще такая интересная есть функция к нам в конце занятия приносят свежевыжатые соки наши кафе мы иногда по выходным собираемся у нас проходят какие-то лекции обсуждения семинары ну то есть такая вот студия домашняя и очень интересная такой клуб по интересам ну в общем это и была моя мечта и была такая идея создать такое место куда бы люди могли прийти и не просто позаниматься но и пообщаться узнать узнать что-то большее поделиться своими какими-то впечатлениями может быть проблемы какие-то обсудить в общем то вот такая студия получилась очень здорово это вообще конечно потрясающе когда у человека вот он следует своей мечте и все исполняется и ты получаешь это когда лучшая работа это это хобби да которые именно когда ты занимаешься вот тем что тебе больше всего на свете нравится и вот у меня просто всегда женская тема для меня крайне важна я еще одну программу веду на радио которая называется женская гостиная и я всегда там освещаю именно проблемы женского здоровья и вообще женского благополучия и ну мало женщин конечно я думаю что у вас наверное эта проблема не касалась но все хотят похудеть ну не все окей не все да но очень многих это волнует так мало женщин которые удовлетворены своей физической форме вот если мы посмотрим сейчас да то у нас тут висит то там висит и это нам не нравится или наоборот даже некоторые хотят поправиться можно это сделать с помощью йоги ну на самом деле йога не предназначена напрямую для покупки но давайте так рассуждать люди которые начинают заниматься йогой и уже увлекаются этим мероприятием конечно же у них возникает вопрос а что кушать да что вы естественно вот большинство если не сказать там практически все преподаватели это вегетарианцы вегетарианство и может быть какие-то еще более там беканы сыроеды и так далее хотя вот я вегетарианка в данный момент времени но и у меня был опыт также и сыроедения и естественно такое питание когда оно легкое когда оно правильное сбалансированное ну на таком питании в общем-то поправиться невозможно да ладно легко можно поправиться если есть орехи да вот к сожалению есть такой пример не очень удачный той же самой виктории бутенко да которая в общем совершенно не выглядит здоровой женщины сейчас именно потому что она сама говорила о том какие ошибки она делала в сыроедческой практике там если ты ешь одни орехи например тоже сыроедение пожалуйста орехи но это жир фактически да и очень легко поправиться можно себе в общем нарушить баланс и опять же вегетарианство да это разное вегетарианство можно есть например макароны с кашами во всем хороша мера но все-таки можно похудеть с помощью йоги то есть она способствует или не способствует ну можно сказать что она способствует когда все аспекты наверное соблюдаются и конечно вот я говорю первые две ступени очень важные потому что и моральные этические нормы и дисциплина а еще более точно надо сказать самодисциплина это не яма да и вот тогда самодисциплина конечно же ты наблюдаешь сколько ты положил в свою тарелку орехов сколько ты вообще отварил себе макарон да и если этот вопрос более глубоко изучать а вообще что с чем сочетается вот то конечно же можно соблюдать достаточно хорошую форму ну я как специалист в аэрведе могу сказать что здесь еще очень важно понимать знание своей конституции своей собственной природы потому что если кому-то подходит да там есть орехи пачками и ничего не происходит да кому-то это не подходит и кому-то и макароны не повредят абсолютно иногда и их нужно для того чтобы тоже как-то заземлиться например да когда у нас очень много ваты элементов воздуха в нашем теле вот и то же самое мне кажется что вот например в йоге да очень многие боятся перевернутых поз а я знаю что как раз в ингаре очень рекомендуется не избегать перевернутых поз и не надо их бояться именно потому что это дает нам определенное заземление и дает возможность выстроить этот вот гармоничный баланс всех трех дож в нашем организме потому что это такая структура которая очень-очень эфемерная да это как вот ты идешь по лезвию бритвы и вот этот баланс эту гармонию очень легко разрушить именно ежедневной планомерной практикой да мы достигаем того что мы получаем в конце концов именно вот эту гармонию вообще практикуете аюрведу или как-то к ней как относитесь нет очень положительно и конечно же консультации получали по по питанию по душам сначала выясняли какие души потом по питанию естественно поэтому это нога в ногу мы идем с аюрведой но вы сказали вот слово гармония но на самом деле когда человек поправляется это определенный сбой в организме это гормональный сбой нарушение гормонального фона а если так рассматривать слово гармония и гормональный фон это очень похоже если не сказать однокоренные слова вот поэтому когда человек начинает заниматься йогой и гармонизируется какие-то ну гармонизируется сначала конечно же физическое наше тело состояние и потом приходят в гармонию другие более тонкие оболочки то вес он налаживается в общем просто не надо себе отказывать в том чтобы начать практику на самом деле все очень просто все очень просто да расстелите коврик и начните заниматься скажите пожалуйста Лен вот как вы считаете какая самая простая какая самая сложная асана? я всех спрашиваю всегда самая простая и одновременно самая сложная не одновременно может быть для вас вот у меня например мы этот проект придумали с моей подругой она преподаватель йоги и она считает что например шавасана это самая сложная поза да хотя очень многие люди ну что там лежишь и лежишь да вроде бы ничего не делаешь я хотела как раз про нее и сказать что именно она одновременно и самая простая и самая сложная потому что просто лечь и полежать расслабиться вроде бы кажется что очень просто но вот опять таки и на моей практике я думаю что и многие преподаватели скажут об этом же многие люди даже глаза закрыть не могут не то чтобы расслабиться а просто глаза прикрыть настолько много напряжения настолько много мыслей в голове вот этот постоянный контроль всего и вся не позволяет людям даже закрыть глаза поэтому я согласна с тем что это и одновременно простая и сложная поза но для меня лично если вы вот да да ваш личный опыт для меня я могу сказать что для меня какое-то время были очень сложные скручивания то есть настолько это было хотя вот при опять таки таком прошлом спортивном как то вот скручивания были очень сложными пока в какой-то момент вот там я не отпустила их вот отпустила и тему отпустила тело и вот тогда они как-то пришли что называется и в тело пришли и в сознание вот что в общем-то ничего сложного в этом нет главное не напрягать живот соответственно выстраивать тело правильно в скручивании но наверное какая-то вот такая тонкая философия здесь тоже есть когда вот что-то не получается когда ты это отпускаешь в жизни и вот оно начинает складываться или начинает получаться вот так у меня было со скручиваниями очень хорошая такая параллель очень интересно да а кстати вот вы как скручиванием относитесь у меня тут была была интересная передача с одним специалистом по позвоночнику такой есть йог из Киева Анатолий Пахомов достаточно известный такой практик и он как раз работает с позвоночником и сказал что именно скручивание он теперь вот не практикует именно в связи с тем что это это вредно для позвоночника а у ингара это практикуется вот скручивание особенно боковые скручивания вот он обратил внимание на это вообще у нас выстроена программа так что в течение месяца мы даем весь арсенал поз мы начинаем программу с поз той это активная практика это позы сильные которые позволяют ощутить тело в пространстве и в общем то дают хороший тонус телу потом мы переходим как раз таки и к наклонам и к скручиваниям скручивания очень хорошо размягчают мышцы они дают тонус и в общем то это такая программа детокс можно сказать потому что правильно выполнены скручивания также хорошо и воздействует на органы но здесь не надо забывать что если есть проблемы например с гинекологией или какие-то другие серьезные заболевания органов конечно же скручивания делать нельзя особенно если какой-то острый период вот но в целом они очень хорошо тонизируют а если человек заболел допустим ведь йоги же тоже болеют все таки живем особенно в большом городе где вирусов масса ну в принципе масса вообще возможностей есть заболеть да вот ты заболел как нам возвращаться к практике обратно есть какие-то у Айнгара рекомендации именно после того после каких-то перерывов ну вообще в йоге Айнгара очень хорошая восстанавливающая практика и вот посредством восстанавливающей практики можно плавно опять вернуться в целом в практику восстановиться потому что она дает много энергии хороший ресурс запал энергии для того чтобы двигаться дальше и у меня вот наверное уже у нас тут время немножко заканчивается я еще хотела спросить тоже у меня такой вопрос всегда интересует разных йогов я спрашиваю на этот счет и сейчас в Америке это очень популярная такая техника бекрам йога знаете да йога в помещении где повышена температура как вообще Айнгар к этому относился и какое-то есть мнение по этому поводу я не знаю если честно как относился к этому я вам расскажу что у меня подруга которая живет в Германии пошла на бекрам йогу и когда она мне рассказывала про свои ощущения она тоже достаточно спортивная девушка и подготовленная когда она мне рассказывала что сердце у нее билось во рту это конечно было и смешно и не смешно одновременно лично мое мнение что это конечно колоссальная нагрузка на сердце и человеку уже допустим или в возрасте или с проблемами сердечно-сосудистой системы я думаю что я бы не рекомендовала такую йогу то есть это только для очень здоровых молодых людей все таки подходит никакие проблемы с сердцем никакие проблемы с сосудами невозможно эту йогу практиковать потому что это но я думаю что у ингара в практике это вообще не было то есть никаких таких нагреваний не используется лен спасибо огромное очень интересно вообще вы мне прямо столько всего рассказали про айенгар хотя я много читала до этого и в принципе мне это очень интересно и я тоже сама много практикую именно больше скорее всего именно йогу айенгара очень расскажите пожалуйста еще где ваша студия в москве потому что нас очень многие слушают именно москвичи может быть мы к вам кого-нибудь кто-нибудь из наших слушателей к вам придет где она находится как вас найти да пожалуйста приходите мы ждем вас в Люберецком районе это конно-спортивный клуб белая дача город Котельники микрорайон селькат конно-спортивный клуб белая дача здорово спасибо вам огромное у нас в гостях была Елена Смирнова преподаватель йоги спортсменка прекрасная удивительная женщина Лена между прочим вот я на нее сейчас смотрю у нее двое взрослых детей вообще в жизни не скажешь она как 25-летняя девочка выглядит просто умная прекрасная вот что делает йога и спорт и движение с человеком занимайтесь йогой да однозначно самая лучшая реклама абсолютно точно с вами была Елена Смирнова из Москвы и Анастасия Хрущинская из Сан-Франциско и программа Путь йоги которая выходит на интернет-радио портале SunGate по понедельникам со временем у нас сейчас вот видите так немножко разные выходы в эфир могут быть потому что наши герои они очень часто ведут классы и мы подстраиваемся под их сложный график спасибо всем дорогие друзья и до новых встреч по понедельникам в программе Путь йоги Лен спасибо до свидания спасибо огромное всего доброго всего доброго и до новых встреч что не прикрыли и что я